Добрый день, дорогие друзья! С вами Капля, и мы продолжаем говорить о плодах духа. Итак, сегодня милосердие. Часто ли вы проходили мимо людей, которые пытались давить на жалость, показывали свою нужду? Я вам так скажу, что я делал это достаточно часто. У меня есть некий негативный опыт, когда я вдруг узнал, что люди, которые попрошайничают возле нашего магазина, они работают на цыганскую диаспору, и их вот эта вот ветхая, грязная, вонючая одежда, это просто, как, знаете, как спецуниформа, которую они одевают с 10 утра до 9 вечера. В основное время они ходят в золоте, ездят на крутых машинах и так далее, и мои деньги, они составляют часть их бизнес-оборот. Но это никаким образом не говорит о том, что в мире нет настоящих нуждающихся людей. Очень хотелось бы, и я более чем уверен вам тоже, очень бы хотелось обладать неким даром развлечения, да, то есть узнать, кто действительно нуждается, а кто нет. Недавно в Минске это было, я шоу навстречу, шел в центре, в самом центре города, и ко мне подошла одна, ну, совершенно славянская старушка, очень пожилая женщина, сказал, сыночек, очень хочется кушать, кушать нечего, мы беженцы с Луганской области, и с работой проблема, и вообще все плохо, можешь нам дать денег. Я посмотрел на эту женщину, и знаете, такая вот внутренняя жалость у меня проснулась. Я говорю, хорошо, но в данном случае у меня нет денег, если вы подождете буквально минуту, я схожу к банкомату, сниму немного денег, и я вам дам, он сказал, да, конечно. И я подошел к ближайшему банкомату, он оказался закрытым, пришлось идти на квартал дальше, я снял 10 рублей, иду назад к бабушке, и вижу картину. Подъезжает машина с цыганами, и бабушка сдает им дневную выручку. И я держу эти 10 рублей, думаю, не дам, не дам. И вдруг, знаете, внутри в моем сердце звучит такой ясный, тихий, звонкий голос в пустоте, а я бы все равно дал. И знаете, мне стыдно стало, потому что я посмотрел на эту женщину, и пять минут назад у меня было сердце полно жалости, а сейчас оно полно гнева. И вдруг я понял, что милосердие – это дар, это некий реально плод, когда ты вообще не размышляешь над последствиями твоих поступков, ты просто делаешь доброе, оказываешь милость людям. Не важно, что за человек, не важно, как это отразится на твоем благосостоянии или твоем имидже, ты все равно продолжаешь делать доброе. Но это, знаете, такое вот касающееся материальной части, а если мы говорим о нематериальной. Однажды я был молодым верующим, я согрешил против одной зрелой сестры. В течение шести лет я просил у нее прощения и милости. И я до сегодняшнего дня не получил этого, потому что она сказала, ты не достоин милости, ты слишком плохо сделал, тебе нужно сожжить некие подвиги, которые я не понимаю даже, что нужно было делать. И вот, знаете, на ее примере я начал понимать, что такое милость на самом деле. Оказать милость – это отказаться от общих таких парадигм справедливости, то есть отказаться от общего взгляда на все эти ситуации. Тебя просят. И Христос это выразил очень простой фразой. Просящему у тебя дай. Просящему у тебя дай. Просто не исследуй, не занимайся расследованием, не пытайся пытливо посмотреть в глаза, что ты за человек такой. Просто просят – дай. И я, вооружившись этой мыслью, начал потихоньку менять свою жизнь. Я вдруг увидел, что мне стало легко прощать, мне стало легко быть благодетельствующим человеком. То есть не сказать, что там огромные какие-то суммы жертвовать, но когда у меня кто-то просит, я всегда найду возможность помочь. Может быть, это будут не финансы, но как-то по-другому. Я понял, что быть милостивым человеком – это не значит свысока, рассудив, развожая, так знаете, сказать, ну да, ладно, мы тебе поможем. Нет. Это просят – и ты даешь. Просят прощения – ты даешь прощение. Просят хлеба – ты даешь хлеба. Просят помолиться – ты молишься. И это речь не о милости свысока, а как раз обратная проекция, когда ты слуга, и для этого тебя послал Господь в мир. И это то, чему учит нас Дух Святой. Он постоянно напоминает слова «Я среди вас как служащий». Помните, Иисус сказал, «Я пришел послужить», «Я пришел взять на себя грех мира» и так далее, и так далее. Очень важно понимать, что милосердие – это опять же не наша природа, не наша составляющая. По нам так мы бы всегда проходили мимо, но Господь, который проявляет себя через нас, дает нам это милосердие.